Игра так я не понял, что написано это что-то написано и и здесь нет, здесь единичка это просто, да? ага а ну, еще тогда нужно написать, что Игра в квадрате, да? а нет, это есть игра игра вот это вот 2 миллиарда это а да, все, нашел да, все, теперь согласен ладно значит, ну что ж вот вот мы выяснили амплитуду для процесса E плюс E минус да, переходит E плюс N вот такая амплитуда ну и теперь соответственно нам нужно что сделать? на миру идти сечение этого процесса да давайте с одной стороны процесс как ни странно хотя и очень важный да, но с другой стороны наверное проще и тяжело идти так сказать проще какое-то вычисление все другие процессы алифметически более сложные так сказать вот ну и в этом смысле так как в прошлом семинаре по-моему весь семинар писал да давайте сейчас поменяем парадигму да кто и пойдет вычислять процесс ну или частично там или посмотрим как там будут идти дела давайте есть желающие пойти ну ну что такое ну вы же продемонстрируете как это кто или там мало ходил или наоборот в виде этого самого как это в виде наоборот призыв кто много ходил да это для того еще раз пойти что ли или кто мало ходил кто не ходил совсем поднимите руки один не ходил ну тогда а а вот еще вы не ходили может кто написал написать разначил разначил а кто написал кто написал нет ну 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 хорошо а ну давайте 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 мы подели пополам двое не хотели бы сказать ну давайте пополам поделим значит первое первое это что значит для того чтобы вычислить давайте вспомним дсигма да ну равняется чему двое поделить на ж и поделить на т помните это да дв поделить на ж и на т ну например на время такая плавность формула да где ж равняется чему-то вот значит ж ну ладно потом напишем теперь дв оно чего равняется амплитуда по модулю квадрат на портность конечной состоянии так да брала амплитуда по модулю квадрате нет ну амплитуда только амплитуда по Я не помню, что у нас было в начале, что в конце. p или k? p это электроны, да, то есть, соответственно, будет d3k1, да, на 2х3k1, да, и на v, на 2х3k1, да, и на v, на 2х3k2, на v, на 2х3k2. Так, да? Вот, ну вот, значит, тогда возводим, я предлагаю первое, пусть это будет прилиться ваша часть, это возвести квадратную величину, да, по сути дела уже эту, да, ну, это та самая стандартная часть, которую мы уже немножко делали, но можем еще раз потом повторить, вот, чтобы все вместе делать, то есть, возведем этот квадрат, то, что я подчеркнул, да, давайте обозначим вот так, это вот, буквой M, да, вот, окей. Значит, и давайте вашу задачу вы сейчас сначала высшите тему квадрата. Ну, пока просто переписывайте. Пока просто переписывайте. А зачем мы написали? Ну, у меня же помогли. Хорошо. Пока переписывайте. Вот. 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 Ну, а теперь филоганде 3-5, сейчас я, а теперь, вот, 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 вот. Нужно что, взять орбитовое сопряжение, да, ну, цель, по-моему, правильно, да? Значит, во что, ну, вот это вот, каждое из этих это число, правильно, да? Вот смотрите. Вот. Вот. В с чертой, гормон вилл, ну, это уже число. Ну, как? Строка на матрицу, на столбец, это число. Как-то вы смотрите подозрительно, это понятно, что это число. Значит, тогда, в этом смысле, вот это вот как-то результет, да? Ну, я имею в виду, что вот это можно по отдельности считать, вот это квадрат. Ну, давайте вот сейчас вот тут вот здесь уберем, вот эту величину, да? Ну, и пусть она останется. Давайте мычерем квадрат вот этой величины, а потом квадрат вот этой величины. Можем, да? В отдельности. Непонятно? Не, непонятно, но сначала вот это, а потом вот это. Да, потом вот это. А, квадрат это вообще так получилось, да? Ну и все. Тогда давайте переходим туда куда-нибудь и пишем. То есть пишем В с чертой В2. Нет, 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 я просто имею в виду одну, чтобы не внизу там где-то написать. Мы не будем это сказать. Не-не-не-не-не. Мы просто вычерем квадрат от этой величины. Там не не равно, а просто получается квадрат. Значит, это В от В2 с чертой, да? Нога в мобилку. Тогда. На ПСЗ. А не надо ВВ3 писать. То есть я просто... Ну мы договорились, что вот это фокторизует вот это число и вот это число, но мы можем по отдельности их написать в квадратах. Правильно? Вот пишем квадрат. То есть, например, в митовом сопряжении, так это будет сколько? Ну, то есть В... Нет. Подождите. В с чертой. Гамма-мю. Аль-ку. Крест. Это сколько, друзья? У. Не-не-не-не. У. Крест. Гамма-мю. Гамма-креста. Гамма-ноль. Да? В. Так? А дальше как это можно преобразовать? Ну, вот это да. Как гамма-мю. Как гамма-мю. А, нет. В смысле, вот здесь два раза гамма-ноль умножить, вот здесь у креста писать. В смысле у чертой. И здесь гамма-ноль. Так, да? А это как? А это чему равно? Мы обсуждали, что мне даже не помню. Что такое гамма-мю крест? Как преобразует? Ну, зачем вы так писали. Ну, так долго бы не писать. Смотрите. Гамма-мю крест. Гамма-ноль. Крест. Сколько же будет? Ну, гамма-ноль и будет. Гамма нолей будет, замечательно. Гамма один, потому что что такое? Гамма равняется чему? Сигма минус сигма. Так да? Матрица сигма не ермитовая или не ермитовая? То есть, значит, гамма крест равняется минус гамма. Согласны? Ну, так представляем, появляется знак. Согласны? Ну вот, когда, то есть, гамма ноль не меняет знака, а гамма один, два, три меняет знак. Крест. Так, да? Тогда гамма ноль, когда сюда протаскиваем, у гамма ноль просто его протаскиваем, а у тех меняет знак. То есть, получается, что вот это вот равняется гамма минус гамма. Понятно это, да? Ну, отсюда получается что? Получается, что это равно у святой гамма минус В. Вот, вот крест равняется в это величие. Понятно? Ну, тогда, давайте здесь запишем. Тогда будет... У святой. У святой будет В1. Гамма. Гамма какой-то альфа, например. Ну, это другой уже другой. И В2, В2. Да, В2. Ну, тогда давайте здесь лямб. Ну, то есть, чтобы меньше ибекса бывает. Ну, при В2 стоит там лямбда 2, при В1 стоит лямбда 1, да? Вот. Так, теперь, как вычислять вот эту величину? То есть, если это понятно, мы стираем тогда, чтобы там вместе попробовать. Может быть, нет вопросов, соответственно? Нет. Так, теперь мы вычисляем, как вычислить вот эту величину. Значит, смотрите. Здесь стоят число, умножить на число, да? Мы можем записать таким образом. Ну, я так напишу. И, И, Ж, Ж, там, значит, К, К, Л, Л. Я расписал индексы у матрицы и у этих величин. Понятно, да? Что написано? Ну, как это? Нужно понимать. Вот это произведение строки, столбец, ой, извините, матрица, столбец, это И, И, Ж, Ж. Сумма по И, Ж. Ну, произведение матрицы знает, что такое, да? То же самое здесь, да? Теперь, так как это теперь уже не строка и не столбец, а просто число, И стоит. Я могу переставлять его куда хочу. Правильно? В частности, я могу поставить его сюда. Конец. Могу? Ну, когда мы вот здесь сотрем, а сюда напишем. То есть, В, П, 2, И, да? То есть, В с чертой только, да? И, И, индекс. Понятно, да, что я сделал? Ну, не он сделал. А дальше он скажет следующее. Смотрите, вот это с индекса И начинается, индексом И кончается. То есть, это шпур. Му. Да, ну, му. У. Пирамиды всего мира. На которой пишите по 1, потому что у нас есть по 1 и по 2, поэтому лучше, чтобы потом мы не запутались. Так, да? Ну, вообще говоря, физики элементарных частиц пишут здесь шпур, так как физика элементарных частиц идет из Германии, да? Вот. Вот, в свое время, квантовая механика. Вот. Так, ну, теперь мы же можем переставлять под знаками следа. Нет, конечно. Переставлять можно только вот так. А, да, да. А так, если мы внутри начнем переставлять сейчас, то получим все, что захотим. Вот. Теперь вычисляется. Нужно вычислить вот такой шпур. Вот. Значит, теперь смотрите. Мы уже с вами это делали. Мы вычисляли вот эту матрицу, да? Помните, когда делали вычисление для Хиггса? Ну, на самом деле, мы сейчас повторили то самое, что мы уже говорили, да? Ну, когда мы вычисляли распад Хиггса на два фермиона. Помните? Вот. Значит, теперь мы что делаем? Мы делаем, если мы хотим просумеровать, если мы не интересуемся поляризацией, да? Вот это матрица плотности. Вы вспоминаете, да? Ро. Там Т1, да, а это Ро, Т2. Это мы уже проходили, когда вычисляли распад Хиггса на два фермиона. Было дело? Кто, кто не помнит? Все помнят? Тогда эта матрица чему равняется? Ну, здесь равняется П1 плюс М, да? Правильно, да? Нет? А здесь было что? Это Ро минус М. Так, да? Ну, для частиц, эти частицы отличаются только знаком перед М. Мы с вами это уже делали. Согласны? Согласны? Ну, тогда берем, вычисляем так, что тогда берем, вставляем Гамму-М. Будет П1 плюс М, да? Ну, здесь П1, в смысле вот, вот так, да? Со шляпой. Ну, мы опять же там знаем, да? Мы уже доказывали, что для нечетного числа Гамма-Матрица шпура А0. Выкладываем, 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 выкладываем. Значит, тогда... А зачем вы Дамину? Не Дамину, а здесь стоит что? Здесь стоит П1 М на Гамма-Матрица шляпой. П со шляпой стоит. Так, вы пишите пока. Пишите П1 со шляпой. Ну, вы что, она раскрывает это, да? То есть, у вас есть... Сколько будет шляпа? Вот этот, вот этот и вот этот, да? Ну и пишите. Это будет сколько? Ноль. Ну, шкура с шляпой матрицей равен нулю. Да? То есть, остается только членом Гамма-Матрица шляпой. Член, когда, вот, минус М, гамма-Мю, гамма-Матрица. Это понятно? М квадратно, да? Ну, вот этот и вот. То есть, у всего четыре члена, да? Ну, два раза два, четыре шагают, да? Вот. Но два из них равны нулю сразу. Ну, шкура здесь, как мне нравится. Вот. Тогда отсюда нужно брать шкуру или шкуру, как мне нравится. Давайте теперь распишем что-то на едином подобном. Значит, это со шляпа. Это будет гамма-Мю, да? А здесь, например, гамма, не знаю, там, все там, у нас это акта, да, здесь есть? Ну, не знаю, там... Ну, а что-то я-то знаю. Не-не-не-не-не-не-не. Вверху даже. Да, иди, 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 иди. Поеху здесь. Поеху здесь. Ну, и в данном случае все же пробегает не один-два-три, а ноль-два-три. Вот так вот. У вас, ну ладно, там индекс не уже есть, я боюсь, будет проблема. Давайте я там сжи, что-нибудь здесь. Вот. Так, да? Значит, отсюда, ну, P-I и P-A, они никакого отношения к шкуру не имеют, правильно, да? Они выносятся. Вот. И у нас есть шкур либо от четырех гамма-матрис, да? Либо от двух гамма-матриц, да? Либо от двух гамма-матриц, да? Либо от двух гамма-матриц, да? Вот. Ну и давайте теперь вычисляем. Значит, для этого нам нужно вычислить шкур. Шкур от этого и шкур от этого. Ну, по-моему, уже вычисляли, да? Ну вот, дерево. Дерево ничего не помнит. А угни? Это хорошо, что у нас уже семинар 10.45 начинается. Харшенька жалуется, что вы спите здесь с 9 утра, так сказать. Ну все, если, во-первых, еще продолжайте спать, вот, на счет 4 жили. Да, вот этот мы вычисляли, правильно, да? А вот этот нет, да? Ну, поэтому давайте вспомним, как его вычисляли. Этот, так вот, тревиальный, да? То есть, урод гамма-мю, гамма-матрис. То есть, единственное, чем мы можем пользоваться, это вот соотношение, да? Гамма-мю, 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 равняется 2 ж мю-мю. Помните это соотношение? Другого соотношения у нас нет. Ничего. Вот. То есть... Что такое вы пишите? Ну, может, 2 гамма-мю, гамма-мю равняется 2 ж мю-мю, гамма-мю равняется 2 ж мю-мю минус наоборот, да? Так, да. Так, да. А это равняется шпурлу от этого и шпурлу от этого, правильно, да? Откуда 2 тогда? Ну, если... А, когда из Жен-Миаха вынесите? Ну, Жен-Миаха, Трайс, это 2 гамма-мю? Ну, да. Опять 2. Опять 2. Какое 4? Ну, в смысле, у нас Жен-Миаха, Трайс, 1 гамма-мю, 2 гамма-мю, и что у вас здесь 2 гамма-мю? Какой же это 2 гамма-мю? Это... Это матрица... Это единичная матрица. В смысле, у нас Жен-Миаха, Трайс, не такая матрица? Такая. Такая. Это не 2 гамма-мю. Трайс, нет, Ж. Ж, это послечисло, здесь есть единичная матрица по спиноргу Медельс. Я вас уже несколько раз предупреждал, что называется. И вы все равно. Вот так. И минус шкур от гамма-мю до гамма-мю. Так, да? Теперь берем у нас, переставляем, да? И сюда переносям. Так, отсюда находим, да? Ну, это мы уже вычисляли. Это мы опять с трудом построили. Это тоже тоже очень слегка. Так? Теперь давайте... Вот это мы вычислили. Это мы вышли уже от 4 гамма-мю. Да? Вот. Давайте это сделаем. Ну, тогда вы, наверное, вот это посмотрите, что там вы видите, да? И вот оттуда начинаете, что сейчас вам место не хватит. И вот так, все так, все так, все так, все так, все так угол. Говорите, что это непонятно. Непонятно что-то? Вот. Итак, вычисляем. Гамма-и, там, гамма-альпа, гамма-жи, да? Мы вычисляем такой же путь. Значит, в милых, что это такое? Когда берем, переставляем матрицу три раза. Тогда понятно? Что вы делаете? А так я тебе не то делаете. Берем матрицу вот эту, например, или эту любую. Например, вот эту. Переставляем сюда, потом сюда, потом сюда. Гамма-ю, гамма-и, а здесь будет гамма, ню, гамма, гамма-и. А, ну, два-ж. Дальше. Дальше. Альпа-ю. Минус гамма-жи, гамма-и. Да. Так, да? Значит, вот этот вот шкур мы уже знаем. Знаем? Вот этот, да, вот этот, да, правильно, вот он. Будет ской параметр. Ну, а тут же, ну, а же. Минус гамма-и, еще... Да. И отсюда, да. Еще четверка, да? Жалька и ежэ, мюн. И, да? Так? Жалька вводим. Вот там четверка. Так? А здесь вот это переставляем сюда. Но тогда это будет плюс, ну когда, а, вы еще туда будете только ссоединировать Что вы имеете в виду? А, вы просто переписали. Хорошо. Ладно. Теперь берем и переставляем вот эти. Подождите, это у вас буква И? Это буква И? Понятно. Ну, живой, да? Не может его умереть. Так, да? Это будет опять. Опять вот здесь будет мю альфа, да? То есть, опять, альфа И, да? На Ж на И, да? Минус, опять, восемь, да, вы? Да? На Ж. Ну, Ж и И. Да, Ж на А. Так, да? И, соответственно, плюс. Быстрый. Да, плюс. Ну, и последний, так сказать. Там-то застирайте, там сейчас не войдет у вас. Учленение от этого царейсера, то есть, ура, это застирайте уже. Ага. Так, да. Значит, ты получается сколько там? Какое два? Откуда тут уважение? А, да. Вы уже это сосчитали же. А, да. А, да. А, да. А, да. Минус гамма Ж, да? А, да. 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 А. А, да. Вот теперь мы собирались переставлять, вот сюда можно поставить, перестать молиться. И тогда это совпадет с первоначальностью. Переставляем туда, и тогда получаем вот этот ответ. То есть получается трез гамма мю, гамма жи, гамма альфа, гамма и, гамма альфа, гамма жи, равняется 4, вот на это вычислили. Так вы можете вычислить для любого количества гамма матрицы, да что? Для нечетного всегда равен нулю, а для четного вы каким образом можете сосчитать. Так, к сожалению, чем больше матрица, тем больше чем. Что сразу не за ровно, не за ровно, не за ровно. Это что? Вот здесь? Да. Потому что матрица гамма жи стояла вот здесь, а она стояла вот здесь. Нет, так нельзя заменить. По шкуру только циклическую перестановку можно делать. Правильно? Значит, вычислили, да? Итак, мы засчитали вот эту скобку, да? Теперь мы пишем ответ, равняется это все. Значит, ну, во-первых, как это, легко вычислить, запомнить, изучить, что называется шкурс, это может помнить. Вот, гамма-мю, гамма-и, гамма-алька, гамма-жи. Видите, да? Когда G сначала, вот этот, на G вот этот, потом минус, перекрестный, потом плюс G опять вот так вот. Видно, да? Альфа, там уже, а вот, где-то мю, мю и мю-жи, минус, и жи. А это, и потом плюс опять вот так, переставляем все комбинации. Очевидно. Первый, значит, подставляем, да? П-1. Что такое? П-1 и, да? А, да, здесь и, да, здесь и, да. Ну, П-1 и П-2, а не просто П. П-1 и, да. Умножается вот на это, да? П-1. П-1. А почему там была «Эш-падрай-четверка»? Нет, в смысле, почему умножаем травесат? Гамма, альфа, 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 альфа. Так, да. Вот. Теперь перемножаем, да, и получаем, давай теперь перемножаем, делаем сверху, да, уравняемся 4, будет сколько будет? П-1, П-2, да, П-2, альфа, П-1, и. П-2, альфа и П-1, и П-1, и П-1, и П-1, и П-1. Да, можно пишите. Нет, теперь перемножаем, вершу надо писать. Сейчас. Если вы разворачиваете атаку, вы видите, не сверху все, давайте просто. Вот, а отсюда будет переключение, ну ладно П1 на П2, скаляна образителя Ж и Ж стоит, и здесь И Ж, да, то есть это будет П1 на П2 Сколько надо поставки под большого скаляна? Это П1 Ну, это скаляна образителя Ну, то есть зачем мы так уж и здесь писали? Просто вот так, да? На Ж, ну а И плюс Минус 4 что-то будет Ряд, ну да Понятно, да? Что бы мы считали с вами? Так, да? Ну вот, это сочетали Очень долго мы сочетали с вами Мы можем только, может, на первый раз Вот эту величину квадрат сочетали Видите? Теперь надо сочетать квадрат вот этой величины Ну, наверное, мы ее уже можем сразу написать в ответ, да? Прилетели или не можем Ну что, здесь мы можем заменить Ню на ню, да? Вот Поставить еще какой-то индекс бета, да? И поменять там П2 на К1 Вернее, наоборот, К1 на Т1 и П2 на П2, да? Согласны? Да Да Ну вот, пишем Так, нет, мы не будем это начислять А Вот, я думаю, ответы Ответ все сначала, что ли? Да, да Шесть Ну, то есть, под этим написать Последнее И четыре Нет, только не по теперь, а к А, да Ну, вот если Ну, вот Что здесь будет Вот Напишите Да, то есть, ню нужно заменить на ню, правильно? Да Так, ну, был хоп квадрат Ну, когда писали квадрат, то там было Мю и ню, а потом Он написал И так, как бы Правильно Ну, когда в квадрат Выработаем вот эту То есть, там уже Возвести в квадрат Стоит Сацифлирование Про мю и ню, да? То есть, это умножить И такое же, да? В индекс и сулеров Его поставить Другие естественно, да? Не оплачу стоить Согласны? Вот То есть, ню он заменил на ню П заманил на К Теперь нужно Здесь стоит Смотрите Что вы хотите писать, мне тоже расскажите В смысле, может, по-моему, все Это первая часть не прописать Нам же все известно У тебя все известно Куде в квадрате Да Ну, подождите, давайте мы сравним Там будет G-минюн Состояние на G-альфа-бета Ну, смотрите Смотрите Вот здесь это все равно, что Когда я буду перемножать Вот здесь стоит G-альфа-бета И G-минюн Ну, вот у нас стоят G-минюн Правильно? Да То есть Нужно Устроить сверху здесь По альфа-бета-минюн Видно это все? Нет? Ну, ладно Ну, вы решили сейчас опять переписка? А, ну, в смысле сразу написать сверху с этой Ну, конечно Там вот это умножается еще Вот то, что вы написали Умножается на это И умножается вот на это Правильно? Представите Вот там, смотрите, стоит G-минюн Да? То есть Вот здесь Ну, если вы сюда, например Подействуете G-минюн То это будет К-минюн Да? Ну, Минюн На нюн и на бета А бета-минюн И мы будем сворачивать Правильно? Да? Да Не будем подробно так уж раскисывать А вы? Минюн Ну, тогда вы там G-минюн стирайте И сразу берем И умножаем Да? Вот эти вот G-минюн стираем Да? Будет Е в четвертой Да? 4х4 будет 16 Да? Значит, еще Ну, мы вычислили вот так Да? Я предлагаю Как это? Видно, что мы уже почти 40 минут Вычисляем даже вот это Будем вычислять Куперлетивизию То есть Правильно забудем Понятно, да? То есть Пренебрежем Буквой М Вы поняли, да? В том, чем Вы пренебрежете Вы пренебрежете вот этой величиной Ну, вот это Вот это В порядке ε в квадрате Согласны? Все вот эти величины А вот это В причина m в квадрате Будем предполагать, что ε много больше m Тогда вот это Уберем Это нам сократить наше мучение А, да другую массу написать А, да Здесь надо, конечно, другую массу написать Он нам подсказывает Потому что здесь была масса электрона а здесь масса миона Ну, в этом смысле Так как рождается Ее в мюмю, да? То, естественно, энергия электронов должна быть больше, чем масса мионов Вот этой массе уж точно можно предпринять Потому что Отношение массы к этой массе сколько? Одна двухсотая Правильно? Ну, а так какой-то квадрат Это будет, соответственно, очень мало Ну, а массы мы можем пренебрять больше, чем Рознается не на пороге а подальше Так Мы все же переписали Ну, ладно Пока я отвлекся В смысле так сходу считать Да сходу считать Ну, ладно Так Ну, вы там не знаю, там справа что ли смотрите Сейчас вы налезете туда и все Тогда стирайте уже это Коль вы все равно уже все переписали Итак Значит Еще раз повторю Здесь мы при переходе вот сюда вот в этом месте при энергии массами Все отмечено Подметим еще раз Что мы при энергии массами электроны и биона то есть предполагаем что энергия много больше массы Как той, так и другой Вот Хотя где я уже сказал масса электроны по крайней мере Энергия по крайней мере массы ион равна и энергия электронов в этом случае все равно мало в любом случае вот Ну а масса много внутренней прибыли, да Значит, итак начали перемножать Вы что перемножаете вот это на это, да а потом вот это на это Да Так Что такое вы написали? Ну, я сначала первые первые члены слева умножаем на все члены которые сыграли в шагу Я так думаю я вас не смогу остановить чтобы вы вместо считали Все равно вы все напишите и отпишите вам То есть вот этот умножающий вот так, да? вот это ставим наверное, да? Да Тихо ну, вторые члены все равно все равно нажали я смирился Я смысл просто так считаю что у меня это хорошо, да здесь будет сколько? Женю это же четвертый да, четвертый да, четвертый по множеству да так а да так раз два три это будет первый член будет вот а так вот вот это умножение сразу сюда а мы же не стали умножать? а, нет вот первое все подождите все я пропустил просто вот да наверное зря вы тоже писали это будет минус тогда вот это умножайте минус и поедим по два так вот у вас же написано минус по один по два только четверку дверь и поставьте значки и в смысле вот это второе это не второе поставьте минус и четверку выбирайте то самое вот то есть по один по два а там будет минусы и четверка все равно то же самое попробуйте хотите умножать давайте все писать вот ну и еще будет минус хотя можно с 1 плюс 2 написать на кратенье Ну и теперь вот здесь еще, да. Хотя можно повторить, ну-ка, ладно. Пишите выше, вот, когда с ним идет. Плюс, да, вот сюда пишите. Ну и что будет? Опять то же самое, быстро переверку. Плюс P, ладно. P1 на пальчик на 2. П1 на пальчик на 3. П1 на пальчик на 3. П1 на пальчик на 3. Вот он нам поражен. П1 на пальчик на 3. П1 на пальчик на 3. Ну, как, если подумать сразу, то можно будет стабильность, что это совпадет точно с этим. Симметрично же все стоит. Ну, вот этот вот, смотрите, как будто написано. Это все то же самое, что вот это. Ну, то есть удваивается. Вот здесь вот, это просто плюс 2 вот это, да. Плюс 2, вот это 1 на пальчик на пальчик на пальчик на пальчик. А, вот так, все аккуратно. Ну вот, вот эти два номера, да, два пыли, правильно, два, так, согласно? Конечно, еще запресты, потому что... Еще вот здесь вот будет минус, да? Нет, я говорю, ну, то есть, вот здесь вот эти, это будет два, правильно, да? Потом вот и вот, да? Со знаком минус, да? То есть, они сократятся, да? Согласны? Все, согласны? Значит, все. В смысле, все вот эти, по-одингу, два пыли. А вот эти вот, в углубленности, так сказать, останутся, да? Ну, пишите. Он бы хорошо зачертывает, да? Ну, остается, да? Ну, то есть, за тебя на 7, 2, на 8, 2, 32 остается только. То, что у нас там 4 на 4 еще и в квадрате. Сейчас. Сейчас. А, нет, все. Ну, по-одингу, в квадрате придется. А, нет, все. Так. Довольно. Ну, по-одингу. Ну, по-одингу, в квадрате дачи. 16. Двойка отсюда дальше. Вот. Вот. Вот, молодец. Значит, получили вот такое соотношение, да? Ну, дальше можно это... Давайте мы сразу перейдем в систему центромассы, тогда это выражение легко расписывается. Здесь будет сколько? По 1 плюс по 2, будет 16 по 1 квадрат в четвертой. Ну, то есть здесь будет 2 по 1 внутри скобки. Ну, 2 эпсилон, да. Тогда мы можем сказать, что мы уже пренебрегли массой, поэтому у нас что у мионов, что у электронов, энергия по эпсилон и импульсы по П. Поэтому вот здесь 2 эпсилона четвертой, да? Согласны? 2 эпсилона четвертой, а он же затратил, то есть, да, в принципе, 2 эпсилона. Здесь дальше что пишем? Почему эпсилон надеем на н? Почему эпсилон? Уже все эпсилон у нас. И не первые, не вторые, одинаковые все, да? То есть, ну, например, сказать, П1 на 5, да? Это будет эпсилон в квадрате, да? Ну, минус эпсилон в квадрате на 8 с углом между ними. Согласны? Ну, четвертой, да, простей. Распишите, П1 на 5, как вы понимаете? Эпсилон одинаковые. Импульсы П1 на 1 одинаковые. Ну, я имею в виду по абсолютной величине. Ну, закон сохранения энергоимпульса. Так, да? И кроме того, как вы пренебрели массами, то П равняет свой эпсилон. Понятно? Так, ну, это будет 2 эпсилон в квадрате. Почему 2 эпсилон в квадрате будет? Почему 2 эпсилон в квадрате будет? Ну, потому что здесь эпсилон в квадрате только с плюсом 3. Ну, это еще 8 в квадрате. А, да. Эпсилон в квадрате будет 1 минус косинус угла между ними. Ну, это как бы обозначено? Ну, если у меня кукол между П1 в квадрате и нам обозначили как косинус, то будет минус косинус угла между ними. Минус косинус θ. Так, да? Ну, все, тогда вот эти все выражения вы легко пишите. Смотрите. Смотрите сюда. Значит, эпсилон в квадрате вы носите, да? Да. Так, да? Ну, же разве не рассматриваем все это в системе центральной инерции, где у нас они друг на другом летают? Да, конечно. А тогда если же θ будет просто минус 1 косинус θ будет поменять? Это угол между П и К. Это угол между электроном и ионом. Так, у нас спалкиваются по 1 и по 2, получается? Конечно. А, да. А, да. Ну, как? Ну, помните мы? П1 и К2 сталкиваются, а К1 и К2 вылетают. Так, да? Согласны? Да, это понятно. Когда… Вот вы начали писать здесь. Ну, давайте писать. Значит, здесь… То есть здесь эпсилон квадрата и здесь эпсилон квадрата. То есть эпсилон четвертый его можно убрать, да? Ну, эпсилон четвертый, в общем, да? Ну, эпсилон четвертый, в общем, да? А здесь, ну, сколько больше? Посмотрите, единица минус косинус тетта. Вот это множество. Единица минус косинус тетта. П2, К2 будет сколько? А, здесь плюс восемьдесят. А почему же здесь это плюс? Ну, здесь будут стоять П2, К2. П1 противоположен К2, а К2 противоположен К1. Ну, то есть опять восемьдесят это будет стоять. То есть квадратное. Плюс. А здесь вот стоит П1, К2. У них будет стоять сколько? Единица плюс косинус тетта. И там тоже плюс. И там, о, да, уже. Прогресс не делай. А теперь если вы сделаете… Так, вы проверяйте, чтобы ни какой-нибудь там знаменатель не потеряли в числете. А то ответ известен, очень хорошо. Он уже почти все постирал, поэтому надо потом уйти в ошибку, где он потерял, да? Вот Единица плюс косинус квадрат тетта. Понятно, да, это? Ну, известное распределение. Нет вопросов по этой части? Значит, иди. Вот получил это… Так. А, там двойка еще, получи четыре, да? Ну, значит, и что мы тогда имеем, да? Мы имеем… Вот, давай билету пока нечаясь запишем. ДДВ, да? Прогресса. 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 Давайте повторять и будем, здесь четвертую напишем, а здесь нужно квадрата дельта функции на v на θ От квадрата дельта функции остается v на t v на t, но t большой, давай, не пишем, может, на дельта функции, дельта функции, зачем мы стерли? Это квадрата дельта функции осталось И вот что там у нас еще осталось квадрата дельта функции Ну теперь пишем, это будет сколько? Все ε-динаковые, да, у нас? Омега и все ε-динаковые в системе, мы осчитаем, да? Чего вы так сомневаетесь в степени царства? Ну еще v, раз, два, три, четыре, да? А, четверку написали Сократится и третье Да, третье сократится, да Ну теперь еще можно вот эти написать, да? Здесь, значит, еще два v сократится, да? Нет, это вот эти v опять сократятся там, то есть одна v останется Ну и останется вот d3k 1 на 2-3 кубе Так, ну давайте чуть-чуть остановимся, посмотрим, в чем правильно сосчитаем Кто-нибудь заметил ошибки там или еще что-то? Так, да? Значит, ну, если так, то тогда давайте, наверное, надо что-то постирать Давайте, наверное, справа перемножение-то сотрем Попроверьте, что все буквы и число стоят, и где не потеряно ничего Так, мы пишем dsg теперь, да? dsg в равно Значит, ну вот то, что у вас там осталось Вы зря это сократили, знаете, удобнее вот, лучше сократить 2p пустой Это будет 1e на 2e в квадрате Здесь 16 оставьте Нет, потом, сейчас вы будете писать и сократите Вы пишите там Вот 4e в квадрате Лучше четверку вот здесь сократим, остается 4, да? e в четвертое Здесь будет четверка Ница а, ница, то есть кто с ним в квадрате, да? Так, смотрите, вот 2p, это будет 1 в квадрате вниз Да? Вот, и еще четверка, то есть можно написать 4p в квадрате, да? 4p в квадрате, да? 4p в квадрате В квадрате Так Внимательно проверяйте Чтобы все было правильно Так, теперь А что вы думаете, скажем? А, жир А жир, ну, мы сразу Оно же чему равняется? Так Напишите жир где Жир равняется p1 в квадрате p1 на p2, да? Сейчас мы распишем p1 на p2 в квадрате Вот, и нет, и нет Порень Так Порень сюда p1 на p2 в квадрате Минус n в четверку 1 на p1 на p2 в квадрате Семь массы все одинаковые Ну, хорошо 1 на p2 в квадрате Вы не на p2 в квадрате На p2 в квадрате Так оно было написано Проверяйте Ну, вы думаете, что с какого-то решите? Зачем вы колите? В... Ну, вы же сказали, что В... Нет, нет, я сказал В... Извиняйся, я сказал Мастерлень Заговаривался стал Семь это сказал В на p2 в квадрате Так, да? Ну вот Массовый мы уже причемлегли Помните про это, да? В этом музее будет стоять что будет? То есть, p1 на p2 На v Так, да? А v1 на p2 будет сколько? Ну, просто по квадрату Как это будет просто по квадрату? То есть... Ну, так, скалявка Произдели здесь p1 на p2 А, в смысле z квадрат сейчас А, то есть e квадрат Плюс p Ну, то есть 2 в ε в квадрате Так, да? Нет? Ну, стоит ε1 на ε2 минус p1 на p2 ε1 равняется ε2 p1 равняется p2 Но p1 на p2 в противоположную сторону Так, да? Нет? Ну, здесь тогда тоже поставьте ε2 в квадрате Ну, можно не важно Это тоже ε2 Так, да? То есть будет 2 поделить на v Ну, так как у нас со скоростью света в этом смысле двигаются частицы Правильно? То поток равняется так, да? Поделить на двое квадрате и на v, да? А v уже стерли, да? Другой еще другой Вот, вот и на v и там v, да? Сократилось, да? Ну, про то, что вы его на господиаде сократилось Так, хотя двое квадрате вот так проявилось А, вот это двое было написано Ну, вот А? У нас нет мел в любом пространстве Вот, вот вот здесь Как это? Ищите? Здесь Вот мел А чего? Не шепло это? Так Теперь это равно почему? e в четвертый да? e в четвертый на 4 и квадрате на двое квадрате И интегрируем по d3k2, да? Дельта функция убирается и в третьей остается одна дельта функция Дельта функция Принесли и d3k1 остается. Продолжение следует... 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 Так, это заняло у нас не очень маленькое время. Ну, не знаю, значит, с другой стороны, у вас была возможность посмотреть на всю арифметику. Не знаю. Есть у вас какие-то вопросы? У вас есть какие-то вопросы? Ну, не особо. Не особо. У него особо вопросов нет. Тогда к нему вопросы какие-то есть. Нет к нему вопросов. Ну, вот так, спасибо вам большое. Если вы меня сегодня заменили, то что-то. Так, ко мне какие вопросы тогда есть? Какие у меня вопросы? Нет вопросов. Ну, хорошо. Тогда давайте еще обсудим следующее. Вот, конечно, здесь уже все стерли, но диаграмма, которую мы с вами обсуждали, она была вот такая. Я хочу сразу обратить ваше внимание на следующее. Вот эта часть, вот эта часть. Помните, я специально подчеркиваю, что все факторизуется. То есть, вот здесь была часть, которую он расписывал отдельно. Помните это? И она была как-то. Она была следующая. Смотрите. П1μ на П2α плюс П1α на П2μ минус Жα2αμ на П1 на П2. Было такое? Ну, с точностью, это только коэффициент. Сейчас, кстати, цель меня не ровно. Важна сама структура. То есть, вот эта часть, ну, где было у, там, γμ на В. Помните это? Вот, расписалось. Первый, так сказать, квадрат, который мы расписывали. Так, да. А второй квадрат, это 2, вот от мю отсюда. Теперь давайте попробуем расписать это под системный покой, в ухтерлитивическом опять случае. Чему это будет равно? Кто скажет? Если здесь нулевые компоненты. Вот это равняется, если только что договорились, 2 ε², правильно? П1 на П2. Значит, смотрите, здесь стоит, если нулевые компоненты, да, это будет ε², ε² и минус 2 ε². Видно все? Если стоит перекрестная компонента, я имею в виду 0, ил какая-то. Вот это дает 0, правильно? А здесь, смотрите, стоит, в одном случае будет стоять ε, а в другом случае будет стоять P. Ну, в одном случае P, а в другом минус P. Видно, да? Ну, вот. Я, например, смотрю, 0, это ε, а здесь будет P. Здесь будет 0, а здесь будет P. Ну, P только минус под 2, то есть противоположность. То есть опять будет 0. Понятно это, да? То есть компонент 0,0 и 0, и нет. То есть есть компоненты только i, j, да? Ну, только пространственные компоненты. А пространственные компоненты легко расписываются, да? Вот здесь вот они в противоположном знаке. Ну, если я поставлю i, j, и здесь i, j. То есть я могу так написать, что это преобразуется в следующем выражении. Смотрите, здесь будет 2 ε в квадрате, дельта, и, j. Ну, а плюс, как перевел, и, j. Ну, потому что минус стоят, да? Так как 1, минус 1, минус 1. Понятно, да? А здесь стоит что? Здесь будет 1 импульс P, а другой минус P. То есть это будет минус 2 ε в квадрате, n, i, n, j, d, m, направление импульса. Понятно? Ну, то есть это все переходит в 2 ε в квадрате, дельта, и, j, минус n, i, n, j. Помните, я говорил вам, что когда мы рассматриваем распад Робинона, да, до 3, плюс, до 3, минус, ну, до 3. А я вам говорил, что мы рассматривали распад неполяризованных частиц. Мы предполагали, что все три поляризации там присутствуют одинаково, да? Но, например, Робинон как рождается в e плюс e минус? Происходит, ну, да, e плюс, e минус. Он может родить только гамма-фан, конечно, их два. Дальше это переходит в Робинон. А дальше Робинон распадается в эту плюс-ку минус. Так да? То есть вот эту часть мы с вами вычисляли. Помните, писали в ТОК, который необходим? Ну, писали в Макаржат, который писали в Замемове листы. Вот эту часть мы только что сейчас с вами обсудили. Вот она равна. То есть не все поляризации здесь будут присутствовать. То есть эта поляризация не дельта и ж, а вот такая матрица плотности. Поэтому, а здесь мы знаем, помните, мы вычисляли, если вы посмотрите свои, так сказать, тетрадки, да, чему равняется для Роби-зона матрицы или нет, мы сосчитали, да? Кто мне скажет? Был это εμ, да, умножить, ну, что я имею в виду, пропорционально. То есть если на что, на p1, да? Так, никто не скажет. p1 минус p2. То есть вы хотите проверить, я помню, или нет, да? Так было? Правильно я помню. Проверили меня. Для расклада Роби-зона на пи плюс пи минус. Маточный элемент был пропорционально. Это и очень много нет. Понятно, да? А я только вижу, если раз, два, сколько у вас человек? Из пяти человек только один головой кинул меня, так сказать. Другие. Не хотят. Значит, вот элемент был. Ну, материчный элемент, для расклада Роби-зона на пи плюс пи минус, да, будет пропорционально до этого увеличения. Которого вы дальше вычисляли. Теперь, если мы смотрим вот такой распад, да? То тогда материчный элемент будет пропорционально, что? Вот эта часть, да? Ну, на е плюс и минус в коллагере, да, будет вот такая. А дальше распад будет вот такой. То есть это нужно, ну, если все с ней опокоят, да, то просто умножаем там на поитое прожитое. Правильно? Ну, и получаем 7 в квадрате. Уговор распределения. Там было единица плюс косинус в квадрате, да? А здесь будет что? Единица минус косинус в квадрате. Видно всем? Ну, а для того, чтобы все считать, все это, скажите, совсем точно, ну, уже, конечно, знаки дизиот, гамма-рока, константы перехода, там, и так далее, 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 и так далее. Я думаю, что у вас не предстоит никакого труда получить этот распад, потому что лагрежан, мы знали, написали лагрежан распаду, даже подмечали, как вам это 4 метра. Вот, если вам нужно вычислить расклад е-плюс, е-плюс, пи-плюс, пи-плюс, то вот так вот сделать. Ну, вот это, очередно, можно сразу использовать, потому что электроны здесь должны иметь энергию, по крайней мере, пимизону, да? Пимизону больше 100, 130, да, там, или сколько? Так, да? 140. Вот. Ну, 135, там, пи-0, да, это что? Вот, этот самый, пи-плюс, пи-минус, да, то есть, соответственно, энергия электрода должна быть очень ультралитивистой. Поэтому вот это приближение, так сказать, замечательное, да, для этого. Точность его очень большая, да, то есть можно пользоваться там сразу этим. Но это просто вот, точная форма, что нам нужно. Конечно, конечно, есть подфактор здесь, потому что мы уже писали нашего гражданства, вы помните, мы поставили констанцию g, так? Ну, на самом деле, она может быть не g, а зависит от чего-то, да, да, это уже другая, но это уже другая, другой вопрос. То есть, заодно мы с вами еще получили угловое распределение и плюс, и минус, и плюс, и минус. Ну, а еще раз повторю, конкретное выражение для этого распада, и плюс, и минус, и плюс, и минус, вы любите написать сами. Мы это уже не будем делать. Какие есть, какие есть вопросы, подражения, замечаемые. Так, ну что, у нас осталось уже 3 минуты, что ли. Я, наверное, не буду начинать за 3 минуты следующую задачу. Следующую задачу начнем завтра. Поэтому, по этой части, если есть какие-то вопросы, то говорите сразу, потому что следующая задача будет как раз, мы с вами обсудим, почему Е в квадрате на 4П равняется Ак. А для этого мы будем рассматривать процесс, например, Е-минус. И я уже не буду это все повторять, и сразу напишу вам обычную измену. Завтра. Поэтому, если здесь есть какие-то вопросы, лучше спросите сейчас. Как вы видите, мы пытаемся, как для разных типов, пройти от начала до конца, вот. Некоторые задачи. А дальше мы должны уже, конечно, по уме начинать считать. Есть вопрос? Даже касается вопроса определения Е. Да. Да, вопрос Е. Ну, чему равняется... Вот в законе... Как связан закон Кулона с этой Е? Да. В отражении у нас... Ну, вот, взяли, поставили, П минус, там, Е написали как-то волновую функцию, определили, да? Ну, это даже, у меня есть еще вопрос определения волновой функции. Поэтому, значит, ну, по сути дела пропагатора. Вот. Ну, нет, ну, и волновые функции, и волновые функции, и волновые функции, и волновые функции тоже системно связаны. Которые измеряются. Правильно, да? Вот. И в этом смысле, как... Ну, вот в законе Кулона, Е в квадрате на hc, да, если вы пишете там, Е в квадрате на hc, да, то в законе Кулона Е в квадрате на hc будет равно a, согласен? А вот так как мы пишем, у нас будет Е в квадрате на 4, ки равняется a. Я вот это хотел сказать. Ну, а почему так, ну, это будет завтра с этого начнем? Какие есть вопросы еще? Нет вопросов? Задание будете ли сдавать? Нет. Не будете сдавать? Нет.